Привет! В этом ролике попробуем разобраться, можно ли справиться с бытовыми задачами не с помощью специализированного инструмента, а, например, обойтись универсальным мультитулом. Безусловно, специалисты используют отдельный инструмент для разных работ, но у нас вопрос, насколько сложнее делать те же вещи с помощью мультитула. Есть ли необходимость хранить ящик с набором отверток пассатижами, открывашками, ножами или можно безболезненно обойтись одним мультитулом? Сейчас и проверим. Мультитул – это универсальный набор инструментов в едином и довольно компактном корпусе, но четкого стандарта не существует. Это мультитул, это тоже мультитул. Различия бывают как по форме и размеру, так и по набору инструментов. Самые популярны – пассатижи, кусачки, ножи и набор бит. Протестируем основные и немного уделим внимание дополнительным инструментам. Сегодня производители мультитулов больше сосредоточены на пассатижах, чем на ноже. Дизайн большинства мультитулов строится именно вокруг этого инструмента. Для некоторых работ нужно довольно широко раскрывать пассатижи, а разлет от модели к модели может быть значительным. Второй момент касательно пассатиж – это их форм-фактор. Нередко можно встретить полноразмерные пассатижи, даже с дополнительными усилениями, подходящие для самых тяжелых работ. С помощью плоскогубцев или тонкогубцев можно подобраться к труднодоступным местам, но чем тоньше инструмент, тем, естественно, больше требований к материалу. Достаточно один раз сильно сжать в руках пассатижи, чтобы понять, чем хорош, качественный и, скажем, непродуманные варианты мультитула. Отдельный бонус – подпружиненные пассатижи. Слишком много удобства в использовании не бывает. Не отбить себе пальцы легче, если ими не держать гвоздь. А тонкогубцами можно держать даже совсем маленький гвоздь. Выдергивать гвоздь оказалось плюс-минус одинаково, что обычными пассатижами, что хорошим мультитулом. А вот бюджетным мультитулам пришлось повозиться – либо слишком мелкая насечка, либо сломый металл. Если у вас вдруг не оказалось большого ключа и даже стандартные пассатижи не налезли, в мультитуле разлет оказался достаточный. Даже получилось отвернуть сильно затянутую гайку. Снимать и двигать хомуты на шлангов автомобиля мультитулом оказалось достаточно удобно. Возить для этого отдельные пассатижи не обязательно. Качественный мультитул – это реальная замена пассатиж всех видов. С легкими задачами справились все, а для сложных задач бывают и более тяжелые мультитулы. Кусачки есть на многих пассатижах. Мультитул в этом плане устроен точно так же, только в некоторых моделях используются сменные лезвия. По мнению разработчика, они затупятся раньше, чем остальной инструмент, но менять весь мультитул не понадобится. При разделении на разные виды сложности ресурс кусачек будет еще дольше. Простой кабель питания перекусить вообще никаких проблем. Справляется любой. С гитарными струнами, с небольшими заминками тоже справились все. А вот с трехжильным кабелем с трудом можно справиться даже кусачками, а вот хороший мультитул неплохо себя показал. Но разгадка тут, наверное, в заточенности лезвия. Вряд ли кто будет дотачивать кусачки на мультитуле. Так что хороший материал и заточенные кусачки – это обязательно. Что-то перекусить оказалось сложнее, чем работать пассатижами, но хороший мультитул справился наравне с кусачками, а в каких-то моментах даже лучше. Ну и плюсом – возможность заменить лезвие со временем. Нож в мультитуле на данный момент не вполне обязательный вариант. Мультитул без ножа скорее редкость, но встречается. Большинство все же комплектуют, а чаще и не одним. С прямым все понятно, но форма, размер и заточка могут отличаться от модели к модели. Второй нож в мультитуле чаще серрейтерный. Это такое, с дополнительными волнами на лезвии. С ними легче резать веревки и ткань. Или хлеб. Кухонный нож с волной устроен по тому же принципу. Ну и для строп отдельный стропорез может быть прямо на нем. А если производитель совсем сэкономил место, то в мультитуле нож комбинированный. Часть клинка с прямым лезвием, часть серрейтерная. С бумагой много тестов делать не стали. В хорошем инструменте нож достаточно острый. Но намного интереснее проверить на древесине. Даже городские жители выбираются на шашлыки. А разводить костер легче, если подготовить сырье. Разные мультитулы справились с задачами по-разному. Ножом из-за удобной ручки работать немного проще. Но больший результат зависит от остроты ножа. А вот заточка карандаша справились все. Сколько видов ножей, столько же их видов и в мультитулах. Для разных задач и потребностей. Но касательно мультитулов здесь важно, в какую сторону открывается нож. Если внутрь, то резать менее удобно. Два варианта отверток можно найти почти в любом мультитуле. Шлицевая и крестовая. Но это вариант несколько ограниченный. Хотя бывают задачи именно для большой плоской отвертки. Намного больше возможностей у мультитулов с наборами бит. Плоские удобнее разместить на корпусе. Под них нужен меньше разъем. А в чехле такой набор не займет много места. Но использовать придется только фирменные. А если в мультитуле квадратный битодержатель, то можно использовать любые стандартные биты. Особенно хочется отметить дизайнерское решение, когда насадка для бит надевается сразу на плюсовую отвертку. И место сэкономили и два инструмента в одном, без потери качества. Крутить саморез удобно в любую сторону. Можно даже добавить дополнительный рычаг, если открыть мультитул наполовину. Чуть сложнее, если нет замка на инструменте. Хоть набор бит может быть очень разнообразным, для труднодоступных мест может не хватить длины. Тут лучше подойдет классическая отвертка. Монолитной отверткой удобнее работать при нагрузках. Ручка все же дает о себе знать. Но нужна отдельная под разные задачи. Но отвертка с набором бит не сильно отличается от функции мультитула. С той лишь разницей, что в наборе отверток нет других инструментов. Для работ по дереву у мультитула может быть не только нож, но и пила. Монолитные ножовки нередко бывают во всю длину мультитула. По ощущениям они чуть прочнее, но есть мультитул с замком для сменных лезвий. Причем, если замок универсальный, то к нему подойдут полотна и от других инструментов. С большой пилой по масштабным работам она, конечно, не сравнится. Зато в небольших работах можно отпилить очень аккуратно. Но тут сильно влияет качество самой пилы. Отдельное мучение пилить бюджетным мультитулом. И без особых проблем можно справиться с хорошей ножовкой. Опять же, пилить ножовкой можно не только дерево, но не сказать, чтобы это было очень удобно. Главное, что возможно. Ножовка по дереву не самый популярный инструмент в условно-городском мультитуле, но с небольшими работами она справится, если будет хорошего качества. Для работ по металлу в мультитулах есть напильник и провила. Стандартный, такого же размера, как и пила, но не обязательно. С разными насечками на полотне и ребре. А с помощью алмазного напыления с одной из сторон можно с легкостью точить ножи. Напильник справился с мелкими работами по металлу. Оказалось, не очень удобно работать из-за небольшого размера, но возможно. А вот с помощью алмазного напыления получилось с легкостью привести лезвие ножей и других острых предметов в порядок. Необходимость мелких работ по металлу случается чаще, чем кажется, и тогда мультитул с качественным напильником хороший помощник. Ну а держать в порядке ножи и ножницы дома довольно приятно. Отдельный брусок, конечно, удобнее, но изредка править можно и без него. Основными инструментами мультитул не заканчивается. Открывашка есть в мультитулах со времен его прародителей швейцарских армейских ножей. Современному человеку открывашка может пригодиться и дома и в поездках на природу. На ней же бывает инструмент для снятия изоляции. Ножницы в некоторых мультитулах не только для красоты. Есть такие, которые справляются и с кожей, и с жестью. Опять же, отрезать затянутый хомут ножницами удобнее, чем кусачками. Ну а если вы хотите носить мультитул всегда под рукой, то многие из них комплектуются съемными клипсами, кольцами для подвеса и чехлами. Но чехол – это не только элемент для переноски, но и защита ваших вещей от мультитула. Он обычно крепче того, что вы можете закинуть в рюкзак или сумку. В хорошем мультитуле есть замок хотя бы на основные инструменты – нож, ножовка и отвертка. А лучше, если он есть на все. Тогда риск получить травму значительно ниже. В бюджетных моделях замка может не быть даже на ноже. Это совсем уж небезопасно. Оригинальные варианты ограниченно подходят для каких-либо более-менее профессиональных работ. Зато размеры у них намного скромнее. Могут и выручить неожиданные ситуации. В мультитулах можно встретить еще много чего полезного. Ну и не очень полезного, чтобы совсем честно. Тут все зависит от разработчика, будет ли это нужное дополнение или лишняя деталь. По итогам. Мультитул на практике не всегда уступал профессиональному инструменту. В некоторых моментах он оказался даже удобней. Качественный мультитул – это уже далеко не игрушечный нож с ненужными детальками, а серьезный многофункциональный инструмент. Некоторые производители уверены в качестве своих мультитулов настолько, что дают гарантию на 25 лет или даже пожизненно. Такой легче потерять, чем сломать. Ну и цена серьезного мультитула отличается от сувенирного. Если вы не профессиональный рабочий с личным ящиком инструментов, то в повседневных ситуациях реально обойтись и мультитулом. Он не претендует на полную замену профессионального инструмента, просто набор самого необходимого всегда под рукой. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова